Люди разные важны, люди разные нужны. Экономисты, юристы, технологи, переводчики, физики и энергетики. Профессий в мире много, однако всем этим специалистам не обойтись без компьютера. Таким образом, практически любому современному предприятию нужен так называемый IT-специалист. То есть тот, кто будет обслуживать киберпространство, защищать компьютерные сети от вирусных атак и хакерских взломов, разрабатывать системы защиты информации, создавать базы данных. Стать специалистом информационных технологий можно на факультете информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета. Те, кто этим шансом уже воспользовался, явно не жалеют. Закончил в 2007 году нашу кафедру с красным дипломом, поэтому проблем с трудоустройством не было. Ну и выбрал из себя лидирующую компанию по автоматизации финансовой отрасли Российской Федерации. Говоря о доходах в нашей компании, то специалист на первых порах уже получает зарплату. А я в полтора, а то и в два раза выше средней по экономике в Чувашской республике. Я думаю, без опыта работы, повторюсь. Я думаю, задел для начинающего специалиста очень хороший. Возможность опробовать будущую профессию на практике студенты получают практически сразу после поступления. Была замечательная компания, телека «Раша». Она в нашем городе открывала подразделение, сделала какие-то вещи для кафедры, лабораторию нам, ну и, соответственно, принимала студентов. Я прошел там производственную практику. Я считаю, что мне повезло, что еще будучи студентом, я попал в большую международную компанию. Подобным опытом могут похвастаться многие студенты и выпускники. В условиях дефицита профессиональных кадров работодатели буквально охотятся за светлыми головами. К тому же многие руководители компаний и сами являются выпускниками факультета и знают, где подбирать кадры. Наша компания занимается разработкой очень крупных проектов в части информатизации, прежде всего, органов государственной власти. Поэтому нам нужны именно такие специалисты высшей квалификации, которых мы можем получить на факультете ИВТ. У них, соответственно, очень высокая зарплата, очень высокие возможности, перспективы для роста. И, соответственно, других вариантов поиска специалистов в Чувашии у нас нет. У программистов есть большой выбор, куда же ему пойти. Соответственно, необходимо предлагать как условия по оплате труда, по условиям работы. И привлекать их, самое главное, интересной работой. И так, при наличии должной квалификации, IT-специалисты пользуются огромным спросом на рынке труда. Причем не только в масштабах региона, но и целой страны. А чтобы получить эту самую должную квалификацию, за пределы республики выезжать совсем не обязательно. Ну, у нас на факультете готовим мы по двум направлениям. Это направление информатика, вычисленная техника, профиль, так называемый, но это по-другому специализация. Это программное испечение, я короткое название говорю, и называемые сетевики. Второе новое направление – это информационная безопасность. Там есть специальная информационная безопасность, автоматизированная система и бакалаврия, соответственно. Называется информационно-аналитическая система и финансового мониторинга. Подать документы на специальность IT еще можно, но стоит поторопиться. Прием заявлений закончится 25 июля. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...